Дорога сказки Если сказка в дверь стучится, Ты скорее её впусти, Потому что сказка — птица, Чуть спугнёшь — не найти. Ты за ней на порог, А её и нету. Только тысячи дорог Разбрелись по свету. Куда же сегодня Приведут нас эти дороги? В лес. В лес. В лес? Кто это мне шепчет? Это я. Гном-лесовик. Здравствуйте. А-а-а. Здравствуй. Здравствуй, гном. Я рад с тобой встретиться. Вы знаете, в лесу так хорошо. Я знаю, что в лесу прекрасно. Мой маленький друг, Ты ведь тоже не раз бывал там, Не правда ли? А заметил ты, Сколько в лесу удивительных тропинок, Чудесных полян. Лес точно терем расписной, Лиловый, золотой, багряный, Весёлой пёструю стеной Стоит над светлою поляной. Ты с кем говорил, сказочник? С маленьким другом? Да. Все дети, которые нас слушают, Это мои маленькие друзья. А как же, я их очень люблю И приглашаю в лесное путешествие. Ой, как хорошо. В лесу такие могучие деревья. И звери, звери разные живут. И звери. Всюду звери, звери, звери. И эти птицы. Мой дорогой друг, Приходилось ли тебе гулять По лесу спокойно, без беготни? А? Не аукаться, не кричать, А просто взять, да и посидеть потихоньку под ёлкой. Ой, если в лесу сидеть тихо-тихо, Много интересного можно увидеть. Я знаю, знаю. И зайца длинноухого, И ёжика колючего. Ага. Можно увидеть, Как завтракают улитки, Или работают дятлы. Как пугливые лесные мышки, Тащат домой травку, горошек. Да-да. Можно увидеть, Как белка заготавливает на зиму грибы. Ты не удивляйся, дружок, Если увидишь в её лапках Красные ядовитые мухоморы. Ведь мухоморы считаются у белок Лекарством от многих болезней. А вы и не заметили, сказочник, Как мы дошли до леса? В самом деле, действительно дошли. Смотрите, два бурых медвежонка Схватились в обнимку, А медведь побольше сидит, Не спускает с них глаз, А медведица развалилась, На пригорке дремлет. Ты смотришь на них, А они тебя не видят. Это потому, что мы подошли Тихо-тихо, незаметно. Заяц остановился, Поводил ушами сначала вправо, Потом влево, И, услышав лёгкий шорох в траве, Убежал. Ой, я так люблю лес. В лесу всё радует глаз. Золотистый зелень берёз, Голубая сочин, Серебристая кожа осин, Или тёмная глубина елей, Бирюзовые просветы, Небо среди вершин. Сколько таит в себе лес Сказочных, чудесных историй. Что ни шаг, события, Что ни шаг, новая история. Ой, очень много историй. Сегодня, дорогой друг, Ты узнаешь несколько лесных историй. Их подсмотрел эстонский писатель Энна Раут. Первое. Про ёжика и про его котёл. Да-да-да. Истории бывают разные. Даже про котёл. Послушай. Ежик привёз из города Большой красивый котёл. Буду каждый день варить тебе обед. Мой котёл не только красивый, Но и весёлый. Мой маленький друг, Я тебе расскажу, Почему котёл весёлый. Ежик повертел его, Оглядел со всех сторон, Погладил лапками, И котёл заблестел ещё больше. А ёжик свернул с клубком И катался вокруг котла. Ему было так весело от того, Что он смешно отражался В изогнутых зеркальных боках. Вскоре слухи о котле Прокатились по всему лесу. Первым к ежу заглянул барсук. Я слышал, Ты привёз из города Роскошную посудину. Это правда? Правда. Покажи, пожалуйста. Смотри. Такого котла ты никогда не видел. Хм. Вообще-то котёл как будто ничего. Я говорил. Но разве ты не заметил, что... Что заметил? Что? Разве ты не заметил, Когда покупал, Что с боков у него торчат ручки. Ой. А это разве плохо? Очень плохо. Почему? Я, например, Ещё ни разу в жизни не видел, Чтобы у котла были ручки. При этом барсук забыл добавить, Что котла без ручек Он тоже никогда не видел. Едва кивнув ежу на прощание, Барсук отправился домой, А ёжик от слов барсука Не то чтобы расстроился, Но котёл уже Не радовала его, Как прежде. Потом в гости к ежу Пришагал аист. Ходят слухи, Будто ты Обзавёлся Новой кастрюлей. Это не слухи. Не слухи. Я на самом деле купил Новый котёл, Только... Без всяких только. Покажи скорее. Вот он. Что ж, Котёл как котёл. Хороший? Хороший-то хороший, Только почему же он у тебя Без свистка? Жаль, Очень жаль. А почему, собственно говоря, У моего котла Должен быть свисток? Ну, подумай хорошенько. Подумал? Догадался? Нет. Неужели ты не можешь понять? Нет. Тогда слушай. Когда еда сварится, Свисток засвистит? Да? Да. А как же иначе узнать, Что еда уже готова? Нет. Котёл без свистка, Конечно, Никуда не годится. Аист вроде бы тоже Рассердился на ежа. По крайней мере, Он, уходя, Не сказал ему До свидания. Ежик сидел, Пригорюнившись Возле своего котла, Когда в дверь Осторожно Постучал заяц. Можно? Входи, зайчик. Я бы хотел, если можно, Взглянуть на твой горшок. В лесу теперь только и разговоров о нём. Ни о чём другом не говорят. Вот он. Смотри. Горшок как горшок. Ничего особенного. Я уже знаю. И ручки не нужны, И свистка нет. Нет-нет. Всё бы ничего. Но посмотри внутри. Кто-то выдолбил у твоего горшка Всю середину. Что ты такое говоришь? Ну, конечно. Крышка держится на тонюсеньких стеночках. Хм. Ну и что же? Ну, думаю, Это совершенно непрактично. Ты думаешь? Какое горчение. Хе-хе. Совершенно непрактично. Хе-хе. Ой, ну какой же я несчастный. Что теперь мне делать? А что ты собирался делать с котлом? Собирался варить в нём компот из яблок. Хе-хе. Ну вот и увари. Ёжик так и сделал. Когда компот сварился, он осторожно лизнул горячую ложку, Которой мешал яблоке. Потом зачерпнул полную ложку, чтобы распробовать получше. Ещё одну. Ещё. И тут ему стало весело. Такого вкусного компота ему никогда не доводилось пробовать. Даже мне захотелось попробовать. Мой дорогой друг, Если ты внимательно слушал, то понял, Что котёл у ёжика был замечательный. И ему никого не надо было слушать. А теперь ещё одна история о белке и барсуке. Так вышло, что белка и барсук поселились рядом. Белка вверху, в дупле старой сосны, А барсук внизу, в норе, между сосновыми корнями. Жили они, как добрые соседи, Никогда не ссорились, Потому что у каждого было много собственных домашних дел. Но однажды барсук заметил, Что стены его жилища трясутся, А с потолка осыплется земля. Не иначе, как белка разгулялась, Обиженно проворчал барсук. Думает, раз она вверху, так ей всё можно. Он выглянул из норы И увидел, что белка в самом деле Весело скачет с ветки на ветку. Эй, соседка, закричал барсук, Если ты не перестанешь раскачивать наше дерево, У меня потолок рухнет. Да ты что, барсучок, засмеялась белка, Разве я смогла бы раскачать такую толстенную сосну? Это ветер разбушевался, И неудивительно, зима на носу, А я, если сейчас не попрыгаю, Без запасов останусь. Не знаю, не знаю, Не сдавался барсук, Почему я должен верить тебе И не верить собственным глазам? Пока ты не скакала, Дерево стояло спокойно. А ты, барсучок, Посмотри на соседнюю сосну, Её что, тоже я раскачала? Мне до чужих сосен дела нет. Нет, ветра я не вижу, Зато вижу, как ты растрясла нашу сосну, И как у меня от этого осыпается потолок. Сколько можно повторять одно и то же? Белка поняла, Что спорить с барсуком бесполезно. Да и некогда ей было. Осенью у белок всегда много работы, А барсук не унимался. Если ты не хочешь понимать по-хорошему, Что тебе говорят, То я не хочу больше быть твоим соседом. Убирайся на ту сосну, Раз она и без твоих прыжков шатается. И вправду, Подумала белочка, Уйду-ка я лучше отсюда. Если барсук будет всё время так ворчать, Самому уютному дуплу не будешь рада. К счастью, Белочка быстро нашла неподалёку Новое дупло и устроила себе в нём Удобное гнёздышко. Она перенесла туда свои запасы И преспокойно зажила на новом месте. А в норе барсука под старой сосной, Как и прежде, Трясли стены, Из потолка сыпалась земля. Но барсук больше не обращал на это внимания. Хорошо всё-таки, Когда у тебя над головой Никто не топает ножищами, Радовался он. А то, ишь, Чуть дом не разворотила, Длиннохвостая. Только не на такого напала. Я быстро порядок наведу. Отношения у белки с барсуком Опять стали самые дружеские. Встречаясь в лесу, Они не только вежливо раскланивались, Как полагается добрым соседям, Но нередко даже останавливались Поболтать о том, о сём. Пока они болтают о том, о сём, Я расскажу ещё одну историю О том, как аисту Снились лягушки. Однажды утром Аист увидел ежа, Который пыхтя тащил домой Большущее румяное яблоко. Обидно как-то. У каждого зверя в лесу Есть свои лакомства. У лисицы курятину, У кабана картошка, У ёжика яблоки, И только я Изо дня в день Глотаю лягушек. Небось, ни волк, Ни кабан лягушек не едят. Что ты там говоришь, аист? А, это ты, белочка? Я. Послушай, как ты думаешь, Должен я питаться лягушками, Когда в лесу Такое множество всяких лакомств. Можешь не есть лягушек. А вот ты, например, Ты могла бы их есть. Ни за что на свете. Вот видишь. Скажи, пожалуйста, Может, ты просто никогда Не пробовал орехов? Не пробовал. Ну так лови. Ешь, ешь, ешь. О, прекрасная мысль. Я слышал, орехи такие полезные. Ну, конечно же, Это подходящая для меня еда. Вот и хорошо. Странно. Орехи не такие уж вкусные. О, что ты? Но теперь уж никто не скажет, Что я питаюсь одними лягушками. Я съел орех. И Аист вечером В хорошем настроении Лег спать. Ночью ему почему-то приснилась Толстая зеленая лягушка. Он решил не обращать на это внимания. Пусть снится. На следующий день Аист Остановил бегущего мимо зайца. Посоветуй мне, зайчишка, Чем можно полакомиться В нашем лесу? Я думаю, тебе нужно Попробовать капусту. Капусту. Ага. Никогда не ел. Она такая сочная, сладкая. Так вкусно хрустит, Когда грызешь ее Листок за листком, Листок за листком, Листок за листком. И в самом деле, Как же это я Сам не догадался? Я думаю, тебе понравится. Я же не раз видел, С каким удовольствием Ты ее грызешь. А где мне взять капусту? На поле ее полным-полно. Аист принес с поля Крепкой белый качан капусты. Перед сном он Старательно постучал по нему клювом И сладко заснул. Как-никак, А капусту теперь тоже Может считать его едой. В эту ночь Аисту приснились уже Три лягушки. Утром Аист встретил в лесу Медведя Многоуважаемый Михаил Иванович. Все угодно. Не сможете ли вы мне Объяснить, Почему я питаюсь Одними лягушками? По глупости. Почему же еще? Как так? Очень просто. Попробовал бы меда. Небось и не вспомнил бы О своих лягушках. Мед. Вот что мне нужно. Конечно. Это лучшая еда. Несомненно. А где его взять? Да вот, рядом. Гнездо листой пчелы. Засунь в него клюв. Мед. Попробую. Да он совершенно невкусный. Чересчур сладкий. Не нравится? Не очень нравится. Но это ничего. Теперь уж точно можно считать, Что я питаюсь не хуже других в лесу. Аист, довольный, пошел спать. В эту ночь ему приснились Несметные полчища лягушек. Лягушки прыгали туда-сюда Перед его клювом И квакали. Квакали во весь голос. Их было так много, Что они едва поместились В его сне. Проснувшись, Аист полетел на болото И торопливо, с жадностью Проглотил, наверное, С десяток лягушек. Конечно, капуста, орехи и мед Изысканная и полезная пища. Однако без лягушек Она все-таки слишком однообразна. Вот какая забавная история. Следующая история Не менее забавная О медвежьей избушке. Задумал медведь Избу построить. Все-таки я Самый большой, Самый сильный зверь В лесу. Мне просто нельзя Без собственного дома. Важно говорил он знакомым. Звери потихоньку посмеивались. И только лиса Ехидно передразнивала. Самый большой, Самый сильный. Всю жизнь в берлоге Прожил ничего. Подрос, видно, На старости лет. Медведь На лисицыной Насмешке Никакого внимания. Знаю себе, Бревна до палки В лесу собирает, Стены укладывает, Полы стелет. Достроил избу, Позвал приятелей Новый дом показать. Пришли звери. Почему же ты Погреб не вырвал? Спросил Барсук, Большой специалист По земляным работам. Где ты будешь? Мед и ягоды хранить. Где-где? В брюхе, конечно. Расхохотался медведь И похлопал себя Лапой по животу. Нет погреба. Надежнее И вместительнее. Ме-е-е-е-е-е-еs Заговорил козел. А почему бы тебе Не забе-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-еs Щели в стенах заведут сквозняки, беда. Это я нарочно, важно, кивнул медведь. Люблю свежий воздух, пусть продувает. Уместно предположить, вмешался известный своей ученостью Аист, что если не заделать вон те отверстия в крыше, он показал клювом на потолок, то ваш дом осенью вполне может превратиться в плавательный бассейн. Про дождь я как-то не подумал, признался медведь. Но, с другой стороны, есть тут и свои удобства. Загорать, к примеру, можно прямо дома. И опять же, если дождь в жару, то и освежиться даже приятно. Не знаю, надо ли лишать себя таких удовольствий. Позвольте, позвольте, встревожился Аист. Что-то я не вижу печной трубы. И не увидишь, ухмыльнулся медведь. Так и знал, что тебя это заинтересует. Сложи я трубу, ты свил бы в ней гнездо, и моя печь задымила бы. Никто после этого больше не захотел давать медведю советы. И звери потихонечку разошлись. А лиса задержалась. Ей хотелось подразнить медведя. А знаешь, медведюшка, ласково пропела она, если ты вздумаешь уйти по делам, я приду к тебе дом посторожить. Такую хорошенькую избушку нельзя оставлять без присмотра. И подумал медведь, знаю этих сторожей. Так и без дома остаться недолго. А зачем это мне уходить, сердит, сказал он. Мне и здесь работы хватает. С тех пор медведь из дому никуда не отлучался. Ягоды собирал на поляне перед избушкой, а медом лакомился из дупла на дереве, которое росло прямо за окном. Дом был невысокий и тесноватый. Но если не вставать на задние лапы и не очень ворочаться, жить было вполне можно. Незаметно подкралась осень. Подул холодный ветер. Тяжелые темные тучи застряли над лесом, словно зацепившись за высокие деревья. Дождь через дыры в крыше заливал избушку. Медведь стал все чаще вспоминать густой кустарник, в котором он прежде коротал осень. Но если у тебя есть собственный дом, не солидно пережидать дождь в каких-то кустах. Настали холода. Хорошо бы истопить печь. Но попробуй, истопи. Если в избушке ни печи, ни трубы. Бегать вокруг дома, чтобы согреться, было медведю как-то стыдно. Все-таки он самый большой и самый уважаемый зверь в лесу. Мед в дупле давно кончился, ягоды съедены. Погреба, как вы знаете, у медведя не было. А значит, и запасов тоже. Проснулся однажды утром медведь. Холодина и в пустом брюхе урчит что-то. Жалобно, жалобно. Хорошее дело, собственный дом. Но не помирать же из-за него, в конце концов, подумал медведь. Выскочил он из избушки и рысью в лес помчался. Прибежал к тем местам, где еще мед и ягоды оставались. Наелся досыта, согрелся, зарылся, как в прошлые годы в сухие листья в густом кустарнике. Было тепло, мягко, уютно. Иметь собственный дом медведю совсем расхотелось. Вот так-то. Мой маленький друг, у нас есть еще одна загадочная история. Послушай о том, как кабан картошку сажал. Как-то раз решил кабан картошку посадить. Выращу добрый урожай и никаких забот целый год. Знай, нагребай в котел из подвала и ешь до отвала. А ведь вкусней картошечки ничего на свете нет. Это я могу вам точно сказать, хвалился кабан приятелем. Выбрал он подходящую полянку. Земля на ней ровная, мягкая, ни пней, ни камней. Ну что ж, хрюкнул довольный кабан, оглядывая свое поле. Чтобы картошечку посадить, надо сначала проложить борозды. Ткнул он было клыками в землю раз, другой. Ну что-то эта работа показалась ему скучной. Провожусь тут целый день, подумал кабан. А вдруг борозды выйдут кривыми? Зачем тогда целый день в земле копаться? Посидел кабан на пенечке и решил, что можно картошку и так посадить. Вырыть для каждой ямку и хватит. Не распахивать же все поле. Денька через два притащил кабан на полянку мешок с картофелем. Сел передохнуть возле мешка, и тут ему новая мысль в голову пришла. Картофель-то у меня семенной, отборной, самого вкусного сорта. Что ж, я буду такое добро в землю зарывать? Оставлю-ка я этот картофель себе. И силы заодно сберегу. А то ведь через месяц-полтора картошку окучивать надо. Говорят, что нелегкая работа. И кабан потащил мешок с картошкой домой. Вывалил весь мешок в большой котел, сварил. И столько у него получилось пюре, что хватило до самого вечера и даже еще осталось. А время шло. И, наконец, наступила пора картофель окучивать. Окучивание – дело чрезвычайно важное, рассуждал кабан, присев на пенек, чтобы передохнуть перед работой. Если картофельное поле не окучить вовремя, клубни вырастут не больше желудя, и вкус будет куда хуже. Кабан совсем уж было собрался работать, даже пятачок в землю опустил. Да вдруг остановился. Чего доброго удивятся звери? Что же это я окучиваю? Да и где тут растет картошка, а где нет? Без борозд ты не разберешь. Ну уж, коли так, окучивать я тоже не буду. Поберегу силы для уборки. Вот тогда себя не пожалею. До осени кабан жил в своё удовольствие. Спал, гулял, по нескольку раз в день обедал, силы копил. Осенью пришёл кабан на полянку и охапку мешков принёс. Надо сказать, в этот раз за работу он принялся с большим усердием. Но вот незадача. Где не копнёт ни одной картофельники, даже самой малюсенькой. Смотри-ка ты, удивился кабан, картофельное поле, а картошкой и не пахнет. Обман просто. Присел кабан на свой любимый пенёк и задумался. Думал, думал, и вдруг повеселел. Хорошо ещё, что я на это поле не столько уж сил потратил. А то работай, работай, а урожай-то всё равно не видно. Что там ни говори, а мы, кабаны, умные звери. Да. Ты думаешь, дорогой друг, почему так получилось у кабана? Кто его обманул, а? Почему он остался без картошки? Напиши мне об этом. И нарисуй. Мне так хочется увидеть твои рисунки. Да, да, попробуй нарисовать всех зверей, птиц, о которых ты сегодня услышал. Зайца, медведи, парсука, ёжика, аисты, кабана, лису. Письма и рисунки присылай мне по адресу 113-326, Москва, радио, сказочнику. Сказочник, можно попросить? Конечно, конечно. Мне хочется, чтобы дети нарисовали меня. Меня никто никогда ещё не рисовал. А, понятно, понятно. Мой маленький друг, сделай подарок гному-лесовику. Нарисуй его портрет. Я жду твоих писем и рисунков. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok